всем привет сегодня у нас 20 апреля 2021 года в конце этого месяца а именно 26 числа 26 апреля будет три года как я переехал в германию в связи с этим событием я решил снять такой короткий ролик надеюсь что будет короткий вот и такие подвести небольшие итоги своего переезда рассказать что вообще за эти три года у меня такого глобального и произошло поделиться своими мыслями о переезде а вообще на такую мысль меня натолкнуло то что вот я недавно пересматривал свои первые видео еще вообще до переезда в германию еще до получения вот этой визы до воссоединение семьи и одним из таких видео было я еду в своей машине в москве и размышляю о своем переезде о переезде в германию рассказывал о своих планах чего я хочу как бы добиться да там что я хочу сделать все дела и самое интересное что наверное все что я рассказал в этом ролике то что я смотрел по-моему даже все сбылось я вам вставлю такие нарезки из этого видео для сравнения можете сами посмотреть вот мне даже будет интересно я это видео видео то и записываю даже можно сказать для себя чтобы через пару лет посмотреть типа димон ты где все еще в германии или вернулся в россию в москву вот поэтому конечно мне это все самому жутко интересно так сказать послание сообщение самому себе из этого вытекает следующий минус а именно это чем я там заниматься именно какой профиль работы выбрать и вот тут у меня еще полный стопор вот пока даже не знаю вот блин я надеюсь конечно что спустя там пару лет я буду пересмотреть это видео для меня будет смешно ну как смешно в том смысле то что я уже на тот момент язык потяну вот и устроюсь куда-то на работу понятно что там я эти миллионы зарабатывать не буду и собственно здесь и миллион не зарабатываю вот поэтому блин поэтому я очень-очень за это переживаю короче вы как поняли переживаю за две причины первое язык 2 это кем не работать посмотреть как она в итоге все сложится и сложится ли я очень надеюсь что все сложится не люблю я вот эти откаты назад блин будем смотреть но смогу ли я адаптировался это конечно тоже интересно поэтому решил завести канал чтобы это как вы знаете как и видео дневник как у меня все будет проходить и конечно мне самому очень интересно смогу не смогу так что так вот еще одним поводом для съемки этого видео послужило то что я хотел с вами поделиться своими мыслями и задумками куда дальше развивать этот канал что я имею ввиду то что я не хотел и не хочу уходить только в сторону айзенбан сторону машинист германии поэтому те кто подписан на этот канал и думают что я буду снимать только свою работу суету только железные дороги этого не будет я хочу как бы целью вообще у меня было это как мой видео дневник аля и показывать как я интегрируюсь к жизни в германии поэтому вот эта тема железных дорог которые сейчас идет наверное последние роликов наверное 10 до это лишь связано с тем то что это такой очень большой этап в моей жизни в моей интеграционной жизни германии германии да и поэтому этому я сейчас уделяю очень много времени показываю вам как я учился и как я сейчас работаю это и и так далее но в перспективах у меня я опять же когда это все снимут эти все ограничения конечно же я хочу снимать наши путешествия с женой и наш быт даже буду снимать просто да я сейчас этим не занимался потому что как бы основная моя такая была важная для меня вещь это вот это вот аузбильдинг и работа машиниста да вот ну опять же хочу вас тоже для тех кто подписан только на для айзенбанна до этой темы хочу вас обрадовать то что в моих планах конечно же эту тему не забрасывать я конечно же буду вам рассказывать что у меня там на работе показывает все дела ну я вообще хочу в идеале если все будет нормально проработать в час полгодика собрать какой никакой опыт потому что я сейчас еще зеленый у меня сейчас и она очень многие вопросы там меня спрашивают как чего я конечно же ответить не могу я тут знаю свою свою направленность для только как бы по ней по ней ориентируясь но тем не менее я хочу через полгода собрать такой опыт все дела и снять уже так сказать ну назовем это такой спецвыпуск и там уже более подробно осветить что и как по каким маршрутам я езжу короче все это уже более вам преподнести в более пригодным для для осмотребельности видео так что так что касается своего такого трехлетнего юбилея как я уже сказал 26 числа будет три года как я сюда переехал давайте вам те кто мой смотрит канал изначально принципе знает всю мою историю потому что я снимал видео еще до получения на национальная виза по-моему так называется до получения визы поэтому я уже начал свои съемки свой а-ля дневник поэтому в принципе всю историю вы можете посмотреть видео на самом деле не так очень много прям вот от те кто только присоединился вкратце я вам расскажу значит наверное такое под продолжим по годам а все что было значит первый год был наверное самый лайтовый самый легкий что ли самый беззаботный вот без самый беззаботный это самое точное слово которое характеризует этот этот год значит в первый год я занимался это с сбором документов я имею ввиду то что получением водительских прав я в первый год сделал водительское удостоверение b-класс да это пока вы пока вы это легковой автомобиль на в германии также занимался вот этими ауфинсхальтитель да то есть сначала не дали уже волк называется фикциона бешайный гонка что-то типа этого короче временный документ потом не дали ауфинсхальтитель да которые сейчас со мной это ля паспорт короче занимался то этими документами и я как раз первый год начал первый год моего переезда я начал заниматься языковыми курсами да то есть я начал ходить даже это были не языковые курсы а правильнее сказать интеграционные курсы да то есть на которые у меня ушло по-моему что-то 8-10 месяцев то есть мы учились то есть это были языковые курсы и интеграционные то есть язык и нам рассказывали про германии в конце у нас был такой экзамен все это можете увидеть на моем канале то есть первый был год очень такой интересный все было нет так все ново мы супругой все было открыто все границы мы ездили путешествовать и по европе да мы ездили и в испанию и во францию короче было очень очень беззаботное время второй год моего пребывания здесь был уже немножко такой более соответственностью для меня да то есть я нашел свою первую подработку я отработал тогда моя работа заключалась мы работали на складе при таком книжном магазине и мы паковали посылки моя задача была паковать посылки и все то есть с этого я начинал здесь это была металь сайт работа ну и как бы смысл этой работы для меня было изначально я знал что я там не останусь мне просто надо было получить фарунг до рабочий опыт до чтобы потом мне было легче найти работу потому что когда-то вы когда ты устраиваешься на работу в германии там дают социальферзи еще рунга короче такие специальные оля и н н до короче мне надо было получить эти документы и чтобы у меня было в резюме написано что я здесь работал и следующий бы работодатель не так боялся меня взять это было целью но было очень прикольно я ездил на работу на мотоцикле поездка на работу была близко там была соседняя деревня то есть 20 минут на мотоцикле все отработал там свои пять часов коллектив у нас там был хороший тоже русских было много я это время тоже вспоминаю очень с удовольствием было очень классно в принципе если бы я хотел я думаю что можно было договориться меня бы взяли на фольтсайт я бы сейчас был не машинистом и опаковал бы там как бы вообще никакого стресса чем классная работа никакого стресса стоишь пакуешь и все все гладко и деньги как бы на свои там 1500 1600 чистыми можно выйти и как бы вообще не париться но опять же это не была моей целью а целью моя как ни странно это сейчас вот я еще тогда он начал задумываться на тему машиниста в германии да то есть машинист в германии прилил по это выражение на тему работы машинистом но тогда это было для меня чего как-то космическая идея нереальная потому что язык был на тот момент я очень слабый он сейчас у меня слабый на тот момент он был очень слабым кстати давайте немножко третий год до третий год у меня начался моего пребывания здесь опять же с подачи документов на узбитинг это был февраль месяц двадцатого года я начал это все проходить в апреле до сеть комиссии вы тоже все можете посмотреть я все рассказал все так подробно рассказал поэтому меня бывает спрашивают такие вопросы блин ребят просто посмотрите видео я там все подробнее рассказал еще по свежачку сейчас я уже начал эти моменты запоминать забывать поэтому такое ощущение как будто человек включил видео посмотрел 1 15 секунд и сразу меня пишет в инстаграм и спрашивает вопросы насчет инстаграм сразу скажу то что я ему очень редко пользуюсь поэтому я вас очень прошу если какие-то вопросы я не зря это говорю то что задавайте мне их в комментариях к ютубу потому что мне приходят уведомления чаще всего бывает не приходит и я все отвечаю поэтому большая просьба пишите мне лучше на youtube чтобы вероятность что отвечу выше чем инстаграмм инстаграмм ничего не приходит я так бывает зайду посмотрю бывает нет так вот третий год у меня был это полностью посвящен аутбилдингу и собственно сейчас я работаю то есть это мой третий год здесь что касается языка это такая тема очень болезненная для меня в том смысле то что это наверное пожалуй остался последний этап который я бы хотел бы закрыть поставить значит такую галочку потому что последняя моя галочка была по плану интеграции это найти работу то есть работу от слова профессию да не то что я мог опять же какую-то доработку найти на складе и так бы работал без средств и все суббота воскресенье выходные все кайф да я хотел изначально здесь получить профессию и слава богу я получил поэтому как бы я вот эту самую главную галочку для себя я поставил сейчас я как бы все работаю и стараюсь все закрепиться чтобы все у меня получилось но остался такая галочка она плавающая я я думаю что я не скоро закрою это язык для меня тоже иногда спрашивают сколько тебе понадобилось времени выучить язык этот вопрос в корне неправильный то что если просто его ответить то я его не выучил я думаю что этот этот язык немецкий я буду учить еще не один год это первое второе все люди очень индивидуальные поэтому кто-то выучить вы может выучить язык за один год реально за один год и будет на нем говорить очень хорошо да а кому-то надо очень много времени так вот я знаю людей лично знаю которые же живут в германии по 15 лет взять интеграционные курсы да там у нас была девушка к примеру молода моя ровесница она на тот момент жила в германии 12 или 13 лет и она говорила на немецком как сейчас я то есть у нее был немецкий как сейчас у меня причем девушка очень смышленая знаете не глупая все просто почему так получилось потому что она из албании они между собой диаспоры албанской все это время жили и поэтому она просто тупая вот язык вы знаете что-то там услышала что-то это нахватывался за эти 12 лет у него ними она ходила со мной на b1 до учиться то есть сами понимаете это такой вопрос сколько тебе надо времени на язык это это очень индивидуальный вопрос некоторые могут учить его 10 лет и не выучить а некоторые может год посидеть телевизор посмотреть выйдет на улице уже сознанием немецкого поэтому вопрос вообще можете этот не задавать ответ на него вообще никто вам никогда не даст правильно так что так что касается вопрос хочу ли я вернуться назад доволен ли я переездом и так далее отвечая на этот вопрос нет возвращаться назад я бы не хотел естественно я скучаю по родным по друзьям потом по родному району это все понятно но как бы самой москве так чтобы я соскучился чтобы возвращаться и жить там нет такого у меня нету что касается довольно я переездом до доволен на данный момент повторюсь потому что тоже поговаривают есть разные такие инкубационные до периода для кто-то ходит в розовых очках там первые полгода после переезда кто-то год q кто-то 2 я ведь я уже три года хожу довольно поэтому кто знает что будет дальше сразу скажу то что у меня я прям не в розовых очках я когда сюда готовился к переезду я очень много таких точек зрения послушал и решил для себя то что все это ерунда как бы ну переезд до германии все равно каждому будет открываться по-своему кто-то недоволен переездом хает ее кто-то доволен поэтому фиг знает что будет дальше на данный момент я же записываю видео сейчас в двадцать первом году я полностью доволен я очень удивлен сам до сих пор не могу в это поверить то что прошло всего лишь три года после моего въезда сюда да потому что первые четыре месяца я вообще ничего не делал то что было лето все было закрыто все школы были закрыты я просто ничего не делал я просто сидел дома ходил в магазин все дела так вот по сути я вот прям плотненько начал продвижением на там свои интеграции в германии только два с половиной года поэтому и за два с половиной года мне повезло я получила узбельну который я хотел я его закончил сейчас я уже работаю второй месяц самостоятельно то есть все я независим я также зарабатываю деньги как и моя супруга поэтому очень круто я до сих пор этому не могу поверить я этому очень рад тоже такой момент казалось бы да там три года это если смотреть по цифрам это это реально немного что такое три года это даже это институт не закончишь не какой-нибудь колледж да там россии для меня до духовный менталитет надо назвать мне так очень как будто я здесь уже живу не три года где-то пять шесть лет то есть этот это время как бы уметь для меня в два раза медленнее протекает не знаю с чем это связано скорее всего с тем то что в москве я жил у меня был день сурка у меня все было распланировано там связано когда меня отпуск я знал что мы работаем с 9 до 6 понедельник по пятницам за редким исключением там приходилось подежурить туда-сюда я знал что летом у меня отпуск и все дела короче был такой день сурка все было очень расписано все было очень похожий на самом деле каждый год можно было спутать с другим здесь у меня этот год наверное такой из-за этих ограничений туда-сюда можно сказать более такой пресный до пресный то есть в плане не мы последним римка что снегов мало куда выезжали но тем не менее здесь в плане интереса мне здесь конечно интереснее тавтология пусть ладно значит здесь для меня время течет по-другому день сурка как бы это не смешно не звучало у меня его нету я имею до нас несмотря на все эти ограничения и самое интересное что я как бы с переездом сюда очень сильно изменился оптические даже но и для меня это и плюсы и минусы да то что мне с этим перерезом пришлось все делать с нуля начиная от водительских прав и дело их с нуля можно сказать только на теории не сидела так все приходилось заново начиная от всех документов заканчивать этот язык вам приходится учить все по новой снова ходить в школу да я ходил в школы как интеграционные курсы и тот же мая узбилинг тоже можно сказать как бы школа да то есть меня все пришлось сделать с нуля и это и плюс то что вы как бы обновляетесь минус конечно приходит приходилось очень много учить переживать стрессовать ну стрессу и переживая тоже довольно часто поэтому не думайте что я там хожу с улыбкой я вообще не стрессу естественно я переживаю каждая смена как я уже говорил она нестандартная всегда какие-то стрессы ну как я сказал кого интересует тема айзенбан и конечно же я буду ее продолжать поэтому не переживайте просто уделять сто процентов времени с вы на своем канале этой теме я не буду как-то так ладно вроде видео опять затянулось уверен что то я забыл рассказать поэтому задавайте мне в комментариях youtube и вопросы на ютубе вот естественно их отвечу или сниму дополнительное видео если ответы будет более таки объемными так что так надеюсь вам понравилось сегодняшняя прогулка и надеюсь я довел до вас свои мысли что я хотел сказать ну я сам посмотрю на монтаже как я вообще все рассказал всем спасибо увидимся в следующем видео пока пока